Назарбаев Интеллектуальный Школа 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 выбором вуза, и плюс, исходя из того, что мы говорили недавно в рамках, правда, утренней программы, о том, что правила приема документов и прием у вас начинаются уже с конца, начался с конца прошлого года, с декабря. Да, у нас прием документов начинается обычно с конца ноября. Мы, конечно же, сразу эту информацию распространяем во всех СМИ, для того, чтобы большое количество людей знали об этом, о том, что начался прием документов, и длится до конца декабря. Да, извиняюсь, до января месяца. До января месяца. А вот уже 14-15 марта они будут проходить тестирование. Да, абсолютно верно. По итогам данного отборочного, получается, сколько учащихся у нас дают документы, в итоге мы их приглашаем на официальное тестирование, которое в этом году проводится 14-15 марта. Обычно это в начале, допустим, первые 10 или 15 дней марта, и по итогам этого тестирования уже формируются классы, казахские и русские классы, и результаты ребята узнают к маю месяца или в конце апреля. Ну, поступают в вашу школу после седьмого класса, правильно? Да, нет, а учащиеся поступают в школу, обучаясь в шестом классе. В шестом классе. И с седьмого класса начинают, они уже начинают обучение в нашей школе. Ну и опять же, поступить к вам, для того, чтобы поступить в Назарбаев Интеллектуальную Школу, в НИШ нужно знать три языка. Да, основными требованиями для поступления в Назарбаев Интеллектуальную Школу это является знание казахского языка, русского языка, английского языка, также знание математики, результаты которых очень важны. И второй день тестирования ребята сдают абстрактное мышление, то есть логику, да, и по итогам вот этих двух дней выявляются общие результаты. Тимур, вспомните ваше поступление. Сложно было? Или уже однозначно знали, что поступите? Ну, достаточно сложно, да. Самое сложное было это второй тур, логическое мышление и абстрактное мышление. Вот это поворот фигуры в пространстве и так далее. Ну, в шестом классе. Ясно, Тимур. Ну, на сегодняшний день у вас есть очень увлекательный проект. Расскажите, пожалуйста, Аня. Мой проект, я его сделал два года назад. Intelligent Crosswalk System. Суть проекта заключается в том, чтобы обеспечить, то есть увеличить безопасность пешеходных переходов нашего города, так как существует проблема низкого уровня освещения пешеходных переходов, что ведет к возникновению аварийных ситуаций на дороге. Смысл проекта создает в том, что устанавливаются датчики движения, которые заблаговременно включают освещение на пешеходном переходе, предупреждая водителя о том, что пешеход переходит дорогу. И второе – это датчик скорости. Он оценивает скорость автомобиля, рассчитывает тормозной путь, ну, потом компьютер. И в том случае, если приблизительно тормозной путь автомобиля превышает расстояние до пешеходного перехода, пешеходу подается сигнал о том, что переход в данный момент небезопасен. То есть, если водитель не сбрасывает скорость, получается, и опасность существует, то есть подается сигнал. Да. А каким образом вот этот датчик реагирует на движение пешехода? Ну, датчики движения ультразвуковые. То есть, посылается ультразвуковой сигнал, рассчитывается то время, за которое он обратно вернется. И когда человек подходит к нему, то звук отражается раньше. То есть, время, затраченное на путь туда и обратно меньше, значит, человек подошел. Я знаю, что ваши одноклассники разрабатывали различные проекты. Девушки приходили к нам в студию, рассказывали о том, что они защищали проект и уже получили патент, если я правильно помню. Мобильное приложение для людей незрячих и слабовидящих. Почему вы решили взять такой проект по автоматизированному пешеходному переходу? Ну, это к проектной деятельности относится в том, что у нас главная цель – это… То есть, самые лучшие проекты – это те проекты, которые помогают решить бытовые проблемы. То есть, проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. И это та проблема, с которой я сталкивался не раз сам лично. Тимур, а уже выходили с предложением к администрации нашего города? Ну, так этот проект был защищен давно очень. Ну, мы разговаривали на тот момент с Акимом города. Он сказал, что сейчас ведется работа по Smart City, Ак-Тубе Smart City. И то, что он пригласит меня. То есть, не участвовать, а хотя бы видеть, как это все делается, чтобы я получил опыт. Таких уников в нашей школе очень много. Какие еще интересные проекты? Расскажите вот именно не об учебном процессе, а, может быть, вне учебы. Вне учебы чем занимаются? Потому что в вашей школе 747 учеников, из них 120 проживают на территории интерната. Да. В рамках проекта «Служение общества» на самом деле в школе на данном месте существует очень много проектов именно по служению обществу. И все проекты, которые ребята представляли в данной телестудии, это FireFinder, обнаружение заведомо вот этих ситуаций с пожаром в различных регионах страны. Также это Glove Speaker, это наша перчатка, знаменитая, которая помогает людям с ограниченными возможностями и так далее. Это все изначально у ребят, идея для создания этих проектов появилась благодаря вот этому проекту, нашему служению обществу. Потому что наши ребята стараются делать такие проекты, которые помогут обществу решить какие-то проблемы, хотя бы на таком уровне, попытаться решить проблемы. Я думаю, что сейчас у них неплохо получается. Помимо этого, на самом деле, вот этот год был признан годом волонтера, и мы также приветствуем, да, вот, скажем так, инициатива наших детей участвовать активно в этом году в волонтерской деятельности. Однако это у нас работа, волонтерская деятельность, она началась гораздо раньше. И сейчас учащиеся создают очень много интересных проектов, чтобы помочь нашему городу. Например, вот для того, чтобы поступить в школу учащимся, у которых нет возможности где-то заниматься дополнительно или готовиться, нашими ребятами был, было синициирован проект Study Body, в которой они вот пригласили, нашли учащихся, которые не могут себе этого позволить, начали приглашать в школу, и каждую субботу до конца марта, до середины марта они будут заниматься с ними, и до сих пор продолжают заниматься, готовить их к тестированию. Вот таких у нас собралось три группы, и наши учащиеся 11 класса активно занимаются этим. Также есть в клубе, в школе у нас открыт клуб ЮНЕСКО, в котором есть 129 активных членов клуба, они также занимаются по разным направлениям. Это благотворительность, образование. Например, на базе нашей школы часто проводится конференция «Модель организации объединенных наций», в которой мы приглашаем учащихся различных школ нашего города, а также гостей из других городов, и во время которого ребята обсуждают какие-то глобальные проблемы и приходят к какой-то общей резолюции. И вот эти вот все проекты, они нацелены на то, чтобы решить проблемы общества. И также последний, тоже очень немаловажный факт, это того, что учителя также очень активно участвуют в этом. У нас есть уникальное педагогическое сообщество «ЖОСА», в котором у нас состоит более 20 учителей. И этот клуб, он пытается помочь учащимся с активной гражданской позиции реализовать свои себя, свои навыки, судьбе от населения через волонтерскую деятельность. Я хочу сказать по поводу педагогов, что без сильного педагогического коллектива, конечно, не будет столько научных проектов и интересных проектов. Сама Инура проходила практику. Расскажите о том, что вы за рубежом один год, да? Да, я по программе... Обучались буквально в двух словах, если можно, эфирное время у нас подходит к концу. В 2014 году я устроилась в данную школу. И, конечно же, для меня эта школа, она открыла очень большие горизонты. В 2016 году, проработав два года, решил попробовать свои силы и поступила в университет Нотингем по программе «Булашак». И школа меня поддержала, за мной сохранили место. И, вернувшись с университета Нотингем, я продолжила свою работу в нашей школе. Спасибо вам огромное за беседу. Это было очень приятно. Еще раз хочу поздравить вас, всех ваших учеников, весь педагогический коллектив, конечно же, администрацию школы, что вы выпускаете вот таких вот одаренных учеников. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. А я напомню, сегодня у нас в студии была Айнур Киреев, заместитель директора Назарбаев интеллектуальной школы, и Тимур Женикаев, ученик 12-го Д-класса НИШ. Спасибо вам огромное. На этом наша программа завершена. Встречаемся завтра. Генеральный партнер программы ТО КТП ТО КТП